здравствуйте друзья сегодня у нас гостях александр зеленский и тема сегодняшнего видеоролика это жизнь и работа в дубае александр расскажет нам из личного опыта очень много интересных моментов я подготовила 10 самых актуальных вопросов по этой теме итак александр значит я хочу дополнить и рассказать о себе немножко потому что не достаточно полностью рассказала обо мне у меня есть youtube канал ссылка на который будет в описании это не реклама если вам интересно работа в дубае жизнь дубае какие-то лайфхаки или особенности если вы планируете переезжать и вам что-то интересное там есть уже есть видео которые вы можете посмотреть которые снимал давно и если что-то новое тоже можете писать комментариях к каленым видео или к моим вот я там прожил около пяти лет работал на разных должностях и мне есть что рассказать есть чем сравнить поэтому я надеюсь это видео будет для вас крайне полезно и также если вам сильно интересно можете перейти на мой канал и посмотреть другие видео но теперь вопросы которые подготовила алена окей поехали итак вопрос номер один а с чего же стоит начинать человеку который еще находится в своей стране но вот задумал задумывается о том чтобы найти работу в дуба наверное самое главное стоит начинать с того что не держит себя какими-то надеждами мечтами потому что многие видя красивые картинки думают что то что показывают для туристов они действительно так и будут жить если период на самом деле это не совсем так хотя бы из двух причин чтобы жить так как показывают на картинках или видео нужно очень много денег и те кто приезжает отдыхать они тратят деньги то есть не работают просто отдыхать естественно у них есть время и возможность все посетить и второй момент если вы едете работать это не отдых у вас будет один выходной в неделю может быть два если вы работаете в офисе но обычно это один выходной в которой вы будете заниматься своими домашними делами вы будете возможно там ходить в магазин заниматься собой с новым и так далее то есть у вас не будет времени наслаждаться всем всей этой красотой которая есть да вы можете пожертвовать собственным временем допустим не сделать уборку дома или не купить себе продуктов каких-то в магазине пойти куда-то отдохнуть но это всего лишь один день то есть это такое наверное первое самое главное то есть нужно реально смотреть на вещи и понимать что вас там ждет первую очередь работа и потом уже где-то отдых а вот как же еще я могу ответить на этот вопрос вы должны понимать чем вы будете нам заниматься первоначально то есть ехать просто так и не знать чем будет заниматься это неправильно в корне то есть первоначально вы определяетесь с тем на кого будете следствие резюме то есть можно их подготовить до моменте хотела как раз относительно резюме то есть стоит его составить заранее и делать рассылку находясь еще в своей стране или все-таки уже приехать в страну и там начать заняться поиском работы я думаю стоит подготовить заранее резюме и не одно а несколько на несколько вакансий допустим для того чтобы иметь какую-то безопасности запасные варианты потому что вы можете допустим если девушка она может ехать хостесом и может также работать официантом администратором и так далее то есть несколько резюме они должны немножко отличаться но это будет для безопасности что как бы если вас не возьмут на хостес она будет вакансия на другую должность то вас возьмут туда и это реально вот поэтому лучше дома подготовить резюме на английском языке и если у вас нет работодателя или вы не сотрудничаете с агентством вас нет работы ехать туда но не распечатывать их первоначально вы распечатаете и в дубае когда уже в них внесете свой местный номер если есть местный номер резюме то вам позвонят если его там нету то звонка не будет с вами скорее всего не свяжутся потому что внутри дубая уже большая конкуренция многие хотят там работать вот поэтому номер покупаете первоначально вносите в резюме распечатываете и тогда уже их раздаете если вы оплавитесь если вы отсылаете резюме со своей стороны то можно указывать местный номер и в принципе многие так делают но ответов по таким резюме значительно меньше потому что очень большая конкуренция и не только странами снг но и индия и китайцы работают и европейцы стремятся работать в дубае там с португалии с италии приезжают туда работать с великобритании приезжают несмотря на то что великобритания хорошая экономика да но у них есть налоги а в дубае налогов нет и если человек имеет гражданство допустим великобритании или европейские то он получает первоначально значительно больше чем люди из постсоветского пространства потому что те паспорта они ценятся выше допустим канадские американские там австралийские вообще на первом месте великобритания тоже относится дальше идет европа после европы на третьем месте идет постсоветское пространство ну и потом идет азия то есть филиппины возможно китай корея банглодеш наверно самом нижнем уровне потому что индия банглодеш это им платят мало но они все равно работают как-то так перейдем к второму вопросу скажи пожалуйста какими критериями необходимо соответствовать кандидату который претендует на джоп-офер в дубае сюда относительно знание языка английского да то есть каким уровнем то есть достаточно просто там вметь ответить но ты говоришь работодатель должен позвонить да то есть человек должен все таки понимать вообще как речь хотя бы когда ему позвонит работодатель все зависит от того кто работодатель есть русские компании который владеет русскоязычный естественно тогда язык нужно и руководитель будет общаться на русском языке он может чисто символически на английском чтобы чтобы понять, знает ли заискатель английский или нет, но не всегда нужен английский. Только в иностранной компании международной нужен. Если эта компания открыта русскоязычным человеком, то, как правило, клиенты этой компании могут быть русскоязычными. То есть это может быть, допустим, Rent-A-kar, да? Там может быть большинство клиентов, которые арендуют русскоязычным, потому что он русскоязычный, он рекомендует своим знакомым, через своих знакомых. Если это ресторан, если он открыт русскоязычным человеком, то в этот ресторан тоже будут ходить русскоязычные знакомые директора или просто русскоязычных. Скажи, пожалуйста, подтверждать документально свою квалификацию здесь нужно? Или все-таки человек, если говорит, что я проработал 5 лет официантом, это достаточно? Нет, не нужно. На такие должности не нужно. Если это что-то высокое, менеджерские позиции, то, скорее всего, нужно. Но я не сталкивался с тем, что именно нужно подтверждать. Важно иметь диплом. Он должен быть легализирован для Арабских Эмиратов, переведен на арабский язык и заверенный в Министерстве иностранных дел, в консульстве страны, из которой вы едете, и в консульстве Арабских Эмиратов в этой стране. Там должны стоять штампики, марочки. Есть агентства, которые всем этим занимаются, легализируют. Поэтому это несложно. Это стоит около 100 долларов один документ. Вот если у вас есть диплом о высшем образовании, вы его легализируете и забираете с собой. Ну и оригинал тоже, конечно же. Можете сделать несколько копий уже легализированного, переведенного. Они тоже вам пригодятся в электронном варианте. То есть, в принципе, и все. Если у человека нет образования. Если у человека нет образования, то он может работать на низкоквалифицированных позициях. Официанты, возможно, бармен. Ну, на бармен тоже нужно выучиться, но это не 5 лет в университете. Также может устроиться продавцом в магазин одежды. Порой достаточно неплохо из зарплаты получат. Да, конечно, это сфера обслуживания. Но она очень широка и широко развита в Дубае, потому что там есть и магазины, и молы, и отели, и пляжи, и пляжные клубы, которые работают днем. Тут тоже нужны официанты, массажисты. То есть, все там есть. И любой человек, в принципе, может найти работу, если он этого захочет. Скажи, пожалуйста, переходим к следующему вопросу. Каким способом происходит трудоустройство, что требуется из документов вообще? Если вы через агентство едете, то вам агентство все расскажет. В принципе, правила одинаковые. Вам присылают джебофер, вы его подписываете. Это если по правилам все делается, иногда бывает немножко наоборот. То есть, вы подписываете джебофер, вы согласны, потом он присылает контракт. Вы подписываете контракт, но на двух языках. Это когда еще человек в своей стране находится, правда? Может быть, да, когда он в своей, если через агентство. Но если в Дубае, то это происходит немножко иначе. Сейчас я пока расскажу, как в своей стране. То есть, он подписывает контракт, им высылают билеты, и он просто едет, ему предоставляет жилье и так далее. Вот обычно такое слово. То есть, это по всем позициям предоставляют и жилье, и... Нет, позиции разные. Если это отель, у каждого отеля, у которого в Дубае больше 350 есть, апартаменты. Абартаменты для тех, кто там работает. То есть, они могут быть... То есть, вы не будете жить в отеле, если вы устраиваетесь в отеле, вы не будете в нем жить. Это заблуждение. Есть отдельные апартаменты, которые, как правило, находятся за пределами Дубаи. На окраине где-то вас туда будут возить на автобусе и возить на работу. Это все бесплатно. Жилье тоже предоставляется бесплатно, если это отельная работа. Ехать около полчаса. Ну вот, они будут находиться на грани Дубаи, там пустыня с одной стороны, с другой город. Некоторые отели достаточно известные могут позволить себе снимать апартамент для людей в черте Дубая. То есть, где-то даже возле метро. Это очень круто. И они очень хорошие. Вот. Такие стоят достаточно дорого. Но некоторые отели могут себе это позволить. То есть, вы должны сразу узнавать, где вы будете жить. Как вас будут кормить, если это отель. Вот. Что я еще хотел сказать. Смотри, вот как раз-таки плавно перетекающий вопрос относительно, как лучше вообще трудоустраиваться самому или же через агентство. Какие плюсы и минусы? Если у вас есть начальное знание языка, и если вы уверены в себе, то вы можете поехать самостоятельно искать работу. Но вы должны знать, кем вы хотите устроиться. И каждый день ходить по тем компаниям, которые вас гипотетически могут взять. Тогда все получится и достаточно быстро. Потому что работы в сезон много. То есть, с сентября, где-то можно начинать искать, по май. А в какой строк, примерно, вот если человек приезжает, если у него нет джоп-офера, пока он находится в своей стране, вот он приехал, не пользуется услугами агентства, там самостоятельно как-то подтвердил свои дипломы, если они имеются. В какой период, примерно, он может найти, да, вот, чтобы понимать, сколько человеку придется сидеть без зарплаты? Ему не придется сидеть без зарплаты. Достаточно быстро можно найти, зависит, опять же, от вакансий. Если это работа в магазине продавцом, то сложнее, потому что все хотят работать продавцами в магазине, работа не пыльная, не сложная, и получать можно полторы-две тысячи долларов. При этом, находясь в моле, под кондиционером, не напрягаясь особо, да, это тяжелая работа, вещи складывать, там, гладить и так далее. И общаться с людьми, то есть, это несложно. А ты вот сам лично как бы посоветовал, да, все-таки находясь в своей стране, четко понимать уже, куда ты едешь, да, то есть, ты понимаешь, что вот такого-то числа ты выходишь на работу, едешь ты туда. На первое время, там, берем определенную сумму, и, ну, за это понятно, что будут какие-то денежные средства, удержанные агентством, да. Либо ты экономишь на вот этой комиссии агентства, приезжаешь самостоятельно, но, соответственно, снимаешь себе сам жилье, ты, опять-таки, дополнительные расходы начинаешь заниматься поиском. Вот как ты считаешь, что здесь лучше выбрать? Я считаю, что меньше тратить свои нервы лучше через агентство, потому что есть безопасность. Если вы никогда не были в стране, если вы ничего не знаете, так будет безопаснее и проще. Но, в принципе, та же сумма, что вы оплатите агентству, можно ее использовать для того, чтобы самостоятельно поехать, и ее вам хватить должно на месяц жизни в Дуба. Если вы за месяц найдете, если вы уверены в этом, то вы можете ехать, да, не ждать агентства, сразу ехать и искать. Если вы не уверены, если вы не знаете язык, если у вас есть какие-то сомнения в себе, то агентство, вы поработаете 6 месяцев, то есть есть approbation период в отеле, допустим, он в контракте указан должен быть, то есть 6 месяцев, через 6 месяцев вы можете уволиться, и не нужно будет возмещать издержки, то есть затраты работодателя на вас, потому что если вы отработаете меньше 6 месяцев, то вам придется выплатить стоимость билетов и визы. Это около 1,5-2 тысячи долларов. Если вы отработаете больше, чем 6 месяцев, то вам тоже нужно что-то выплатить. И такие правила есть в Дубае, да. Окей, с этим вопросом понятно. Значит, переходим к следующему. Я еще про документы хотел рассказать, я не все рассказал. То есть если в своей стране, то вам высылают джимбоферы и контракты, вы потом по ним едете. Если же в Дубае, там все немножко иначе. Там может не быть джимбофера, там может быть сразу контракт. Если вы пришли в компанию, вы подходите. И в дальнейшем, когда вы подписали контракт, вам должны открыть Emirates ID, это местное удостоверение личности. Пластиковая карточка, кстати, такая. И она с чипом. Она открывается около 3 недель. До того, как вам ее откроют, вам должны сделать флюорографию. То есть это медикал чек. И взять кровь с вены на наличие нереческих заболеваний, спида и инфекционных. Возможно. То есть они один раз берут, проверяют все. Флюорографию и кровь. После вам дают это ID и после вклеивают визу в паспорт. Это самое долгое. То есть нужно ждать. Это получается рабочая виза, да? Да, это рабочая виза. Она позволяет находиться в стране 2 года. Иногда 3. Зависит от вида компании. Потому что есть 2 вида компании. Там LLC, это как бы местная. И есть фризоны. Там где может быть любой человек. Компанию. Там до 3 лет может быть виза. И на этой визе вы можете находиться, работать. Когда она заканчивается, если вы продолжаете работать, вам ее продляют. Если она закончилась, вы работать не продолжаете, вы уволились, вам ее канцелировали. То есть ее не вырывают с паспорта, ставят штампик красный, написано cancel. То есть отменено. И через месяц вы должны выехать со страны. Если вы не выйдете со страны, за первый день вам придется заплатить 100 долларов. И за каждый последующий около 50 долларов штрафа. У меня однажды было такое. Я не успел сменить визу. И пришлось заплатить, по-моему, 200 долларов. Я задержался в стране. Но потом все-таки вылетел и сменил визу на туристическую. Смотри, такой вот маленький вопрос относительно ожидаемых расходов в первый месяц. Буквально вот пару слов. Если человек, например, сам решил самостоятельно заняться поиском вакансии, сколько вообще нужно взять с собой денег, чтобы быть, скажем так, спокойным, уверенным в себе. Все зависит от того, как человек привык жить. Если он готов жить в шеринге, шеринге, тогда в комнате живет 5 человек. Если вы готовы жить в такой комнате, то есть кроме вас там еще кто-то будет. Возможно, у вас будет один туалет и душ на четверых, или на пятерых, или на троих человек. Если вы готовы, то такое жилье вам обойдется ну, наверное, долларов 300-400 в месяц. Вы можете в него заехать. В принципе, в любом районе найти. Поближе к работе, поближе к метро. И это первый расход, самый большой, да? То есть там 300-400 долларов. Ну и плюс там питание, проезд, связь. То есть около 700 долларов это минимум. В идеале 1000-1500. Ну, некоторые рекомендуют 3000 долларов. Мне кажется, это, ну, очень много. И если у вас будет такая сумма на руках, вы будете расслабляться, ходить гулять, и не будете каждый день ходить и искать работу, потому что будете знать, что у вас есть деньги. Соблазн такой. И даже у вас будут деньги на обратный билет. То есть я не рекомендую покупать сразу обратный билет. Лучше пусть у вас его не будет. Это будет мотивацией для того, чтобы побыстрее найти работу. Окей, слушай, следующий вопрос у меня был подготовлен. Но ты на него уже ответил. Вот поезд жилья происходит самостоятельно? Или работодатель в этом помогает? Я не совсем ответил. Бывают разные компании. В некоторых компаниях сразу пишут пакет, что они предоставляют жилье. И это классно. Есть компании, которые предоставляют жилье на один месяц, а потом ты должен сам уже искать и зарплаты. Давать деньги. Есть компании, которые вообще не предоставляют жилье. И нужно искать самому. Поэтому нужно иметь какую-то сумму тогда. То есть важно понимать, что это за компания. Есть компании, которые предоставляют жилье постоянно. Но если мужчина едет, допустим, с женой, или он хочет жить в другом месте, ему не нравится то жилье, которое предоставляет компания, человек может сказать это компании и брать деньгами. Вот ту часть денег, которую она выделяет на жилье, то есть он будет брать деньги и снимать в другом месте. Ближе к работе, допустим. Или в том же доме, где он работает. То есть это круто. Не надо никуда ездить. Вот как-то так. Жилье есть разное. Жилье есть дорогое, есть дешевое. Но это один из самых дорогих городов, поэтому за жилье придется платить достаточно много. Если вам его не предоставляют. Хорошо, с этим вопросом понятно. Ну и теперь такой тоже самый важный момент. Заработная плата. На что же все-таки кандидат может рассчитывать? Средняя, скажем, если это вообще неквалифицированный сотрудник. Средняя очень сложно назвать, потому что есть очень разные уровни зарплат. Все зависит от того, в какой компании человек работает. Международная или нет. Я могу сказать, в принципе, минимум. Там, где предоставляют жилье, питание и так далее. Минимум это где-то 800 долларов. Но предоставляют жилье, питание, проезд и так далее. Какие-то там еще типсы, то есть чаевые могут получать. То есть около 1000 долларов. Бывает такое, что 1000 долларов человек может зарабатывать, но ему не предоставляют жилье и питание. Он примерно половину с этих денег тратит на жизнь. Ну и бывает такое. Даже если это получается не половину, то, наверное, вообще 70%, если жилье дорогое. Ну, смотри, какое жилье он снимает, конечно же. Потому что если снимать комнату, если человек привык жить в хороших условиях, ему нужна комната, то это от 1000 до 1500 долларов. Это только комната с туалетом и с ванной. И кроме вас будут еще люди жить в квартире, они будут занимать кухню, они будут, возможно, шуметь, возможно, на выходных они будут отдыхать, а вы хотите будет спать. Ну, то есть эти все нюансы нужно учитывать. Готовы ли вы, привыкли ли вы так жить, или, возможно, вы хотите приватности, вы хотите, чтобы была полностью квартира ваша. Это уже другой вопрос. Ну, так тоже весело, можно подружиться с кем-то. А можно и подружиться, некоторым не нравится. Так вот, средняя зарплата у русскоязычного населения, я думаю, что где-то полторы-две тысячи долларов. В лучшем случае. В идеальном случае это от трех до пяти, но это бывает редко. То есть, в принципе, может быть три, если это какие-то брендовые, люксовые магазины, если это какие-то позиции хорошие, допустим, администратор, менеджер какой-то. И пять тысяч это может быть сезон, потому что в таких магазинах, как Louis Vuitton и других брендовых, там очень хорошие комиссии, когда приезжают люди, китайцы, допустим, они шопятся очень сильно, и очень хорошие комиссии получают продавцы, допустим, и менеджеры, за то, что очень хороший оборот. То есть, в принципе, можно зарабатывать и пять тысяч долларов, но это бывает не каждый месяц в продажах. В недвижимости неплохо зарабатывали раньше, сейчас не знаю, потому что сейчас цены на недвижимость немножко упали, они упали где-то процентов на 30, но все равно арендуются, все равно снимают, все равно покупают. Но, правда, меньше, не так, как раньше. То есть, есть какой-то своеобразный кризис. Окей, относительно графика работы. Если это офисная работа, это пять в двум, если это работа в отеле, то это шесть в один, то есть один выходной. Хорошо, понятно. Ну и смотри, например, мы же говорили о том, что работодатель предоставляет контракт, вклеивает рабочую визу, то есть это официальное трудоустройство, и если мы говорим о больничном, об отпуске, кандидат может рассчитывать, что если он заболел, то ему что-то оплатят. Ну, лучше там не болеть, болеть дорого. Оплатят что-то, если есть страховка, если вы от нее не отказались, если вам ее сделали, если вы работаете официально, и у вас есть уже страховка. Потому что бывает такое, что не делает страховка, это плохо. Да, что-то оплатят, бывает оплачивают все, но порой приходится самому оплачивать. Поэтому лучше не болеть. Больничный дают, но он непродолжительный, потому что работодателю интересно, чтобы вы работали, потому что за вашу визу уплачено. Около 2,5 тысяч долларов платит он за визу. Половину из них замораживают в иммигрейшн-офисе, и половину забирают. То есть, если вы не работаете, получается, простаивает бизнес, простаивает ваше рабочее место, и ваш работодатель теряет другую рабочую силу. Поэтому ему неинтересно давать вам большие отпуски. Ну, точнее, не отпуски, а больничные. Но если вы серьезно заболели, если вам плохо, то такие работодатели есть, которые даже вас отвезут в больницу. То есть, все четко. Хорошо, работодатель потом что-то вычитает из зарплаты кандидата, вот эту сумму, которую у него удержали? Зависит от контракта, зависит от условий. Иногда да, иногда нет. То есть, уже как договоритесь, как это все описано в контракте. Хорошо, понятно. Ну, смотри, такие два завершающих вопроса. Это, например, основные сложности, которые у тебя были из твоего опыта. Ну, наверное, сразу это язык, потому что его все-таки лучше знать, чтобы больше коммуницировать с иностранцами. Русскоязычные тоже есть, но нужно общаться с иностранцами, чтобы хорошо выучить язык. Только общение с ними вам поможет. Ну, и еще одно в плане работы, наверное, основная сложность, потому что найти хорошую работу действительно сложно, чтобы она была высокооплачиваемая и комфортная. И конкуренция огромная, безусловно. И раньше говорили, что если вы имеете опыт в Дубае, жизнь и работу, то вам проще найти работу. В принципе, да, проще, но не факт, что она будет лучше. То есть сейчас, ну, это как бы не моя сложность, а сложность, наверное, всех, кто сейчас там проживает, очень сложно найти высокооплачиваемую работу, потому что все работодатели постепенно снижают планку зарплаты или не поднимают ее просто-напросто. То есть, в принципе, я считаю, что Дубай больше для отдыха, но если вы хотите поработать там какое-то время, то можно. Но, если вам не принципиально, то лучше обратить внимание на другие страны залива, такие как Катар, Саудовская Аравия и так далее. Итак, Саш, последний вопрос. Это основные преимущества опыта работы в Дубае. Вот после того, как человек поработал, да, какие плюсы для него будут в дальнейшем по жизни? Ну, на самом деле, человек начинает получать плюсы сразу, как работает, потому что это все-таки интернациональная страна. Вы учите английский, если в вашей компании говорят на английском. Вы понимаете, как работает международный бизнес, у вас появляются какие-то знакомства и контакты. Это, безусловно, огромный плюс. Плюс вы живете в стране вечного лета. Для кого-то это тоже огромный плюс, потому что климат для некоторых людей является важным фактором, который влияет на настроение. Плюс там есть море, плюс много туристов, постоянно расслабленная атмосфера и, да, возможно, это и минус. Потому что иногда нужно держать себя в тонусе, чтобы качественно работать. Вот. Также может быть преимуществом то, что вы можете путешествовать, если у вас будет свободное время и хороший график. Потому что графики бывают разные. Не только 5-2 или 6-1, бывают разные компании. Бывает такое, что человек работает 4 дня, допустим, потом он 3 дня отдыхает. То есть, как вы договорите, все зависит от деятельности вашей. Вот. Ну и, конечно же, если вы планируете дальше двигаться и мигрировать куда-то, потому что невозможно получить гражданство, грубо говоря, то это будет хороший плюс к вашему резюме и к опыту работы. То есть, вы можете даже поехать и сразу официантом, а потом там стать кем-то другим и работать в офисе или работать в магазине продавцом. Это возможно. Многие так и идут, сразу едут работать официантами, потом устраивают с продавцами, потом встают менеджерами магазинов и получают и получают достаточно неплохую сортпаду. Но, опять же, все здесь в этой сфере. Кто-то едет по спорту, занимается там тренер, да, работа тренером или обучает теннису, или обучает там фигурному катанию. У всех разные сферы, поэтому я думаю, что каждый человек себя может там найти. Главное, чтобы вы этого хотели и в первую очередь это окружение, которое вас будет мотивировать. Вот. Ну, преимущества очень много на самом деле. Вы сможете развиваться в той сфере, которая вам интересна, если она там актуальна. Ну, как правило, она там актуальна, потому что город большой и он только развивается сейчас, вкладываются инвестиции огромные, как и раньше, и это способствует развитию бизнеса и компаний. Естественно, есть потребители услуг и товаров, которых очень много. Ну, спасибо тебе большое, Саша, вообще за долгий, интересный рассказ о своем опыте. Я думаю, что всем нашим зрителям тоже было очень интересно. Лично я от себя рекомендую подписаться на канал Александра Зеленского, который будет указан в ссылочке под этим видео. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем до скорых встреч. Также не забывайте писать в комментариях вопросы, которые вас интересуют под этим или под любым другим видео. Ну и переезжайте. Ответим. Да, мы ответим вам, конечно же. Ну и не бойтесь переезжать в Дубай, если вам этого хочется. Это будет очень классный опыт и вы всегда можете вернуться домой. То есть, это вас ни к чему не обязывает. Это просто работа, это просто длительная командировка. Вот. Ну, в принципе, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok